Со следующего года тариф на подачу воды в Саратове вырастет на 11%. К такому существенному увеличению ставки чиновников вынудила ситуация, сложившаяся на Саратовводоканале. Коммунальная организация с большим трудом справляется с прорывами водопроводных сетей, которые практически полностью изношены. Как помочь погибающему предприятию, обсудили в областной думе. К чему пришли, расскажет Елена Губенкова. Улицы Саратова каждую зиму превращаются в полноводные реки. Прорывы городских сетей происходят несколько десятков раз в день. Коммуникации изношены настолько, что решать проблему нужно прямо сейчас. Специалисты уже несколько месяцев ломают головы над тем, где взять деньги. Инвестору заниматься водоканалом невыгодно, а в бюджете средств нет. Прежде всего, для того, чтобы решить эту проблему целиком, для этого нужны, конечно, большие денежные средства. И эти денежные средства, если рассматривать с точки зрения частного вложения, они будут окупаться более 20 лет. Поэтому решение на сегодняшний момент с точки зрения инвестора, на мой взгляд, нереально. Как решить головоломку, обсуждают в областной думе. Сегодня есть лишь один выход. Из областного бюджета в течение трех лет выделят 300 миллионов рублей. Еще столько же по программе софинансирования даст город. Еще одну строку доходов составят новые тарифные ставки. Идет разговор о повышении тарифа, но, конечно, не в том объеме, как хочет водоканал и город Саратов. Потому что за счет людей эту проблему недопустимо решать. Поэтому, конечно же, государственная часть, это 600 миллионов, достаточно серьезная сумма. Несмотря на сложный бюджет, будет выделено. Поэтому сейчас нужно понять, куда эти деньги будут потрачены, что будет сделано. Тариф на подачу воды вырастет на 11%, на водоотведение – на 15%. Новые ставки начнут действовать в Саратове с 1 июля следующего года. 4 рубля, в принципе, это не такие большие деньги. Я думаю, население должно с пониманием отнестись. Но мы должны понимать, насколько улучшится обеспечение водой для жителей города Саратова. Если это повлияет, я думаю, население с пониманием относится к этому вопросу. Пока же городские власти и руководство предприятия пытаются реабилитировать Саратов водоканал, выделяя в том числе средства на его поддержку. Только за этот год было выделено 57 миллионов рублей. В соответствии с действующим законодательством ведется работа и с должниками. Претензионная работа с должниками усилена, вплоть до инициирования процедуры банкротства в отношении злостных неплательщиков. На долю управляющих компаний и ТСЖ, находящихся в процедуре банкротства, приходится порядка 300 миллионов рублей, то есть более 35%. Перспектива их взыскания под большим сомнением. Низкая платежная дисциплина и невыполнение договорных обязательств со стороны абонентов влечет за собой не только увеличение задолженности МУП «Саратов водоканал» перед организациями, поставляющими топливно-энергетические ресурсы, но и хроническое недофинансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности. 600 миллионов, которые выделят из областного и городского бюджетов, а также средства, полученные при увеличении тарифа, пойдут на решение самых острых вопросов. Деньги нужны для замены сложных участков, где сегодня едва ли не ежедневно происходят коммунальные аварии. После проведенных работ, подсчитали специалисты, количество прорывов сократится на 10%. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.